Ну что, я покидаю остров Носопенида. Могу сказать одно, остров небольшой, проехался я по нему где-то за целый день, посмотрел там разные места, есть даже очень классные, сюда стоит ради этого приехать, посмотреть. Дорого, дороже, чем на острове Бали, здесь такси в 2-3 раз дороже, граб и гойджек здесь не работают, то есть можно арендовать байки за 150 в сутки, тысяч, это что-то где-то около 10 долларов. Билет также обратно стоит 200 тысяч, это где-то 12-13 долларов. Много всяких здесь приезжих, то есть, ну вот то, что здесь вот туристическая зона сюда приезжает, это вот я не люблю. С одной стороны, можно на один денек приехать, но не больше. Сейчас отправляюсь в Куту, там уже забронировал на букинге на одну ночь комнату, поживу посмотрим, решимся, что дальше делать. Ну что, я уже теперь в Куте, обратно вернулся сюда, снял на одну ночь в бедрум, гостевой домик. Сейчас мне на карточку пришли деньги за 3 ночи, которые я не провел в той дыре жопе у Будда. Ну все-таки вчера у меня списали за одну ночь, которую я ночевал, ну в принципе справедливо с одной стороны. Я поночевал, мне же нужно было где поспать, даже не важно в каких условиях, пыльное, не пыльное. Да, за одну ночь у меня 10 долларов сперли и еще, знаете, не предупредив, что списывают, как они вот так IRNBNB берет, блядь, просто автоматом и списывают с карты. Надо это, его отвязать, а то его еще, ну его нахрен, блядь, спишут там сумму какую-нибудь нормальную. Короче, я приехал в центр, получается 300 метров здесь до океана, вот тут он находится, этот отельчик. Вот так идешь по главной улице, надеюсь здесь не шумно будет. Еще до чекина у меня время полчаса, вот сюда заходишь, он там называется. Потом покажу, как он обстоит, 15 долларов стоит. Так, окей, в март нужно будет зайти в водички, что-нибудь, или может покушать пойти. Вот я добрался до океана, друзья. Здесь позади меня стройка, как всегда тут, блядь, все вот не по-человечески. Нормально не снимешь контент. Все вот это вот... Одним словом, сяду сейчас здесь где-нибудь. Ага, пошли они нахер, блядь. Только присядь, они сразу же прибегут, скажут это... Это, блядь, все в прокат сдается, нельзя сидеть, плати деньги. Массажа, массажа хочу. Надо массаж сходить сделать сегодня. Короче, здесь не покупаешься, здесь вон просто волны с серферами на этих досках. Я не понимаю. Два раза катался, ну и что, меня не вставляет, пойдет. Может, просто это не мое, наверное, скорее всего, не мое. Вот сюда приходить на закат, вот это тема, я понимаю. Делаю обзор комнаты. Как обычно, знаете, наши вот такие студии, всего здесь, наверное, 12 квадратов, а то и 6. Я даже не знаю, сколько здесь квадратов. Пойдет. Есть холодильник. В этом холодильнике что? Стоит тебе вон. Платное все. Ценник вот он. Бирбантанг 30 тысяч стоит. Ну, это где-то 2,5 доллара. Нет, даже не 2,5, а даже 2 нету долларов. Это меньше, где-то 1,70 доллара. Вот здесь бесплатные печенюшки тебе дают. Кофеек. Попросил валийский кофе, чтобы мне принесли. Сейчас заварю. Не люблю этот, мне с кафе надоело у меня. Кровать. Ну, смотрю, нормально здесь. Вот тебе. Можно никуда не вставать. Розетка есть, что самое главное. Окна это пойдет. Телевизор есть. Скорее всего, ютубчик можно смотреть. Кондишн. Шкаф. Между прочим, и шкаф с сейфом. Что немало и важно. А он чуть не открывается. Ладно, не будем его трогать. Тут тебе сразу же умывальник. Не надо заходить. Сразу умылся, если надо. Зеркало, фен. Вот такая дверь. Что, заходишь сюда в ванную? Нормальная ванная, в принципе. Плесени нету. Вот тебе шампунчик. Вытяжка. Все нормально. Чисто. Это самое главное. Не воняет ничем. Все. Вот так вот выходишь. И она получается вот так вот выглядит. Вот здесь вторая. Это на втором этаже. Этот дом, получается, сделан на территории, где живет семья. Вот они построили себе такое жилье, чтобы сдавать в аренду. Ну, молодцы. Нормально. Такая, знаешь, для фрилансера самое то. Вот если он, допустим, хочет, но будет и срок здесь остаться жить. Вот самое то жилье. Сколько стоят сутки на букинге 15 долларов? Если в месяц, ну, посчитайте, наверное, со скидкой за 400. Если договориться с этими хозяевами, там, и за 350 можно. Короче, вот такое жилье. Здесь один день буду, и потом дальше. И я опять на пляже. Вечером провожаем солнце, закат какой яркий, ядрющий. Как обычно, куча народу. Куча всяких приставал. Взгляните, поставили вот эти вот пластиковые стулья, знаете, думаете, бесплатно? Не, нифига, за это надо платить. Одним словом, единственное здесь развлечение, это вот прийти на закат. А все остальное, это так, ширпотреб, экскурсии. Здесь больше нечего смотреть. В куте. Сегодня я поменял место жительства. Я на Бали решил, короче, каждый день в разных местах жить. Сейчас приехал вот новый этот хомстей, гостевой домчик. Снял вот такой, получается, для себя румчик, да, комнатку. Сейчас делаем небольшой обзор. Здесь, короче, можно вечером посидеть, покушать, чаек, кофеек. Нормально, в принципе. Соседи есть. Дверь в пол, окно. Двухспалка. Все как полагается, с картиной. Свет есть. Это хорошо. Вот самое замечательное, люблю, когда розетки есть и выключатели. Прямо рядом, чтобы не всталать, не париться. Condition. Это просто потрясающе. Шкаф, телевизор. Ну, к сожалению, без Ютуба. В предыдущем был Ютуб. Также есть сейв, но я им не пользуюсь, так как здесь ключ есть. Кабельное телевидение, йога какая-то идет. Ну и ванная комната. Хало! Умывальник вроде чистый. Туалет нормальный, в нормальном состоянии. Да. Ну и душ, в принципе. Нормальненький. Что мне еще надо? На одну ночь пойдет. Я у него спросил, я говорю, это, может быть, на неделю здесь я заторчу у тебя, скидку сделаешь. Вообще ночь 270 тысяч. 15 долларов. Он говорит, нет, это, говорит, так со скидкой, так она, говорит, стоит, сколько он сказал, блядь. 17 долларов. Короче, у них здесь вот так вот, они не торгуются. Вот в Грузии, в Турции, в Черногории там можно как-то еще, там поближе, знаешь, к торгашам. А тут они вот сказали, все. Днем гуляю по пляжной улице Бич Волк, Куты, прибрежного города, городка Динпансара, столица Индонезии. Я уже второй день здесь, у меня второе место. Сейчас кофейка бахнул в Альфа-Марте. Кстати, дали водичку бесплатно. Я вообще даже не ожидал такого. Беру воду просто с этой херни кабинки. Смотрю, все не слишком холодные. И вот это стоит самое холодное. Подхожу к кассе, холмачится у меня все, ну, за кофе, американо, 10 тысяч. Я говорю, как это так? Вроде 20 тысяч раньше платил. Ну, оказывается, кофе недорогое, натуральное, не какое-то из кафе разбавленное. Давайте сейчас туда подойдем. А нормальная кофе, американо и водичка. Вот тебе 10 тысяч. 300 тенге, это меньше доллара. 70 центов, наверное, где-то так. Я вообще такие цены не видел. Я серьезно говорю, вот тут если на Бали поискать, допустим, я сейчас покушал первое и второе съел, еще и джуз банановый. И у меня это всего 47 тысяч обошлось. Ну, это, блин, даже тысячи тенге, наверное, где-то будет. Ну, 2 доллара. Нет, 1200 это будет тенге. 3 доллара. Гробно говоря, 3 доллара. Если можно, блин, еще и поужинать. Ну, я думаю, на ужин обойдется где-то 3-4 тоже доллара. Итак, итого в день можно потратить на еду всего 10 долларов. Такие цены я раньше, в прошлом году тратил. Где я тратил? На Шри-Ланке. На Шри-Ланке. Сейчас я не знаю, как там цены. Ну, вот здесь, допустим, тоже можно такие места найти. И то это не везде. Я подчеркиваю, в основном во всех кафе, вот в таких пляжных, да, на улице, прям на первой береговой линии, цены будут в 2 раза дороже. То есть не 10, а 20 долларов у вас в день будет уходить в лед спокойно. Вот такой океан. Серфингисты плавают, ходят. Купаться здесь беспонтово, вообще ни о чем, можно так сказать даже. Если нормальные пляжи, это надо путешествовать, короче, байк брать в аренду. Да, ну, что-то мне уже надоело. Я уже объездил, наездился. Уже хочется здесь прибомбиться, в этом городке прибрежном. Тут все есть. Сейчас направляюсь в этот магазин электроники, посмотрю, что тут есть у них. Рядом с пляжем здесь находится большой такой магазинчик сувениров. На каждом шагу можно купить себе рубашки, какие-нибудь разноцветные, в гайвайском стиле. Торговаться можно просто в наглую. Они, знаете, им надо вот, они говорят, например, 150 тысяч, можно до 50 сторговаться тысяч. Просто до последнего, вот скажите, вот моя цена, вот в три раза уменьшаем, и все. Свечки, ганеша. Вот здесь, в принципе, можно закупиться. Что-нибудь взять буду. Вот сегодня тоже за полтос, короче, одного ломал, вот он должен был мне продать. Вот 250. Ну, считай, вот на улице я за полтос уломал, а здесь, конечно, уже... В пять раз дороже. Я, честно сказать, мне вот сувениры вот эти, ну, нахера не нужны, вот. По большому счету. Не нужны. Я единственное, что только возьму, это бали, это этот... Магнитик, да и все. А это таскаться с собой. У меня и так уже чемодан весь запакованный. Максимум, я могу туда взять футболку какую-нибудь еще и все. Оптовый склад, получается. Здесь можно закупаться и продавать вон на улице. Хотя я не думаю, что здесь дешево. Они на улице, они сами там где-то изготавливают в своих кустарных лавках. Ну, ладно. Я еще не дошел до планеты электроники. Нахожусь в торговом центре Discovery Mall. Здесь недалеко, прям через дорогу. Водный парк. Ну, то есть, там бассейны, можно будет на этих гигантских дорожках поплавать. Всякие вот эти развлекательные, эти водные горки, одним словом. Но я решил зайти сюда, прогуляться, посмотреть, тут немножко прохладно. Место в Куте, оказывается, очень стратегическое. Рядом, получается, океан, развлекательные центры, водные горки, торговые центры. Все, что хочешь. То есть, цивилизация здесь есть. Тут также есть вот такие, чтобы балийские традиционные дома, чтобы снять, можно было почувствовать. Но, чтобы узнать конкретно про бали, нужно на Убуд ехать. В Убуд, то есть, к рисовым полям, чтобы уже там реально ощутить по-настоящему бали. Ну, я вам скажу, довольно-таки комфортненький торговый центр Discovery Mall. На тебе фруктовая лавочка, можно купить себе мангустины, манго, драгонфрут. Тут уже порезанные, кстати. Сколько стоит? 15 тысяч. В принципе, нормальная цена. Здесь вот и сладости, и всякие чипсы есть. Все, что надо. А, ну и футболки можно себе приобрести. Нормальные, качественные, между прочим. Вот, например, хорошее, я смотрю, бутик такой, симпатичные продавщицы. Давайте зайдем, посмотрим. Ну и цены нормальные. Вот я типа такой хочу себе футболки. 269, да? 270. Сколько это получается-то? Ну, что-то где-то около 15 долларов. 16 долларов. Нормально. О, Бордрайдерс. Тоже хорошие фирмы здесь. Квиксильверы. Ну, нормальные брендовые, я смотрю, здесь торговые дома. То есть, с нормальными брендами, где можно прикупиться. Также и турецкие есть бренды Zara. Можно тут и Zara закупиться. Так что, если вы шмоточник, то на Бали вам тут полно места, где можно будет приобрести какие-нибудь шмотки.